Глубина воды здесь доходит до метра. Затопило машины, дома. Утром люди, проснувшись, не понимали, что происходит и не знали, что делать. Во сколько случился порыв, точно никто не знает. Люди спокойно спали всю ночь, не подозревая, что их дома затапливают. К утру жилье и дворовую территорию затопило уже по окна. Как вода, она плет. Такой напор сильный. Это уже в 5 часов. Я МЧС звоню, ну 112. Там такой напор. Воды вообще я такого никогда не видела. Как шторм на море. Меня на лодке пасли, потому что вода была ледяной. Из-за порыва водовода затопило 5 частных домов и 12 садовых участков. Проснулась в 5 утра, вышла во двор, посмотрела, как у нас посадки, саженцы, клубника. Зашла в дом. Ну что-то такое. Стала умываться. Тут звонок домашний. Беру трубку. Соседка с первого дома, с 91-го. Истеричным голосом. Выгляни. И все. Как в Титанике, знаете, страшно. Мебель валит там. Холодильники там все плывет. Мы увидели воды полную. И взаметались. Быстрее караулы кричат. А что делать? А что делать, да. Хорошо с отец Сашка. За одну ночь люди потеряли все нажитое. 16 человек остались без крыши над головой. Из них двое детей. О компенсации причиненного вреда потерпевшим власти пока ничего не сообщают. Коммунальные службы организовали пострадавшим подвоз питьевой воды и автобус для временного размещения. Но покидать свои затопленные дома люди отказываются. Спасатели приступили к откачке воды. Работы планировали закончить в полудню. Причина, я считаю, что основной, конечно, сырало то, что в последнее время были ливневые дожди. И очень сильно произошло прослабление грунта. А так как водовод Чугунин, он очень сильно влияет на это. Эта авария, она может быть связана еще с железной дорогой. Так как водовод идет параллельно железной дороге. Здесь очень насыщенная железная дорога и большая вибрация, она, конечно, очень сильно влияет на сам водовод. Чугунный водовод проложили еще в 60-е годы прошлого века. Место утечки найдено. Сейчас идут восстановительные работы. Для этого пришлось поднять два гаража. Без воды утром остался весь левый берег. В 10 утра во многие дома воду вернули. Но ее по-прежнему нет в нескольких многоэтажках на улицах Порта Артурска, Димитрова, Минска и Серафимовича. В остальные многоэтажки воду вернули в течение 2-3 часов после аварии. Завершить работу по восстановлению водоснабжения РВК обещают в ближайшее время.